В эти праздничные выходные под Минском прошел уже пятый по счету белорусский стенс-фестиваль «Грабли», на котором были представлены лучшие проекты заниженных автомобилей не только из Беларуси, но и России, Украины и стран Прибалтики. Уже в пятый раз белорусы наступили на одни и те же «Грабли», но в хорошем смысле этого слова. Автопанорама побывала на пятом по счету фестивале «Стенс-культуры», который проходит под Логойском на территории горнолыжного курорта. В этом году на фестивале под Минском было представлено рекордное количество проектов из стран ближнего зарубежья. Это более 150 основательно доработанных машин. В переводе с английского «стенс» означает «поза» или «стойка». Проще говоря, речь идет о своего рода автомобильной йоге, когда авто воспринимается с дорогой как единое целое. Прямь как на дизайнерских скетчах будущих новых машин до того, как они будут воплощены в металле. Сегодня «Стенс-движение» — это разновидность автомобильного тюнинга, которую многие попросту не поймут. Еще бы, ведь машина буквально лежит на днище. А в Америке, например, это целая культура. Культура низких машин. «Брабус», «Мансори» — забудьте! Как вообще можно ездить на таких автомобилях? Практичность владельцев этих машин также нисколько не волнует. Как переползти через лежащего полицейского? Как не грести пузом по асфальту? Как не повредить колесные арки из-за необычного расположения колес? А если кто-нибудь сядет назад? А если в багажник пару мешков с картошкой забросить? Да разве это так важно? Главное — это выделиться из толпы. У нас есть 25 номинаций. Будем выбирать лучшие автомобили здесь на фестивале. Про номинации более подробно Андрей. Сейчас проходит конкурс «Лучшая пневма». Автомобили прыгают. Минут 15 назад был самый низкий кузов. Выбирали. И минут через 20 будем выбирать еще самый большой развал и самый красивый выхлоп. Тогда будет тишина, будут только жужжать машины. Как правило, стенс-прокачка помимо заниженной подвески включает еще и необычные колесные диски оригинального дизайна. Разумеется, чем больше, тем лучше. А еще стенсеры любят поиграть с развалом колес. Все это ради необычного и привлекательного внешнего вида серийных автомобилей. И неважно, о какой машине идет речь. Доработки подвергаются как машины известных конструкторов, так и советская классика. Жигули, Волга или Москвич. Любую из этих машин стенсеры могут превратить в настоящий объект вожделения. Гостям мероприятия, разумеется, скучать не пришлось. Организаторы позаботились о дружественной и позитивной атмосфере на самой площадке фестиваля. В его рамках проводились и различные веселые конкурсы, вроде «Лучший развал» и «Самая быстрая пневма». Одним из интереснейших экспонатов нынешнего стендс-фестиваля стал вот этот Volkswagen Beetle из 60-х годов прошлого столетия. О его особенностях автопанораме любезно рассказал сам владелец, Леонид Жигалко. Ему и слово. Машина 61-го года была собрана совместно с друзьями, своими руками. Машина изначально была без крыльев, без мотора, без рамы. Обошлась она в 3 тысячи долларов, уже вложено больше 10. Вот последний ремонт мы делали дедлайном, то есть там за пару дней. Мы сделали разварки, опустили ее, машинку. Все, она едет, то есть 120-130, ты можешь на ней спокойно ехать. Как собирались, нормально? Да, то есть она может спокойно, то есть заправил полный бак, сел, поехал, вообще без проблем. Еще один качественный стендс-проект в Беларуси продемонстрировал Илья Перфилов из Москвы. С виду это основательно доработанная Хонда С2000, но на деле ничего родного от японского родстера тут не осталось. Подробностями о своем проекте с нашей программой поделился сам Илья. Была куплена Хонда С2000 с мотором F20. Мотор был провернут вкладышем на коленвалу и завернут двумя распредвалами. Покупили потом в Америке Chevrolet Camaro 2010 года на аукционе. Вот, привезли ее в Москву, разобранную полностью, сняли с нее мотор, коробку, и мозг, и тормоза. Вот, поставили все в Конду. Редуктор задний поставили от Nissan GTR в 32-м кузове. Ну, блокировки на переходные привода сделаны, на кулак, на хондовский кулак привода стоят над Геттера, то же самое. Заводили мы ее полгода, заводили ее. Просто она в тупую не заводилась и все, там что-то только не пробовали. А потом в итоге подключили к ней сканер, а она стоит на иммобилайзере, на Камаровском. Отключили иммобилайзер, но за 2 минуты она завелась сразу. Все. По кузову крылья передней GS Racing стоят, но переделанные тоже, потому что колеса стоят 10,5G спереди, 12,5G сзади. Вот. И крылья не влезали у нас в колеса просто. И тоже разрезали крыло, нарастили его на 2,5 см. И вот они влезли. Что ж, поклонники стенс-культуры осознанно жертвуют потребительскими качествами своих автомобилей, быстрым и комфортным передвижением по дорогам, сталкиваются с проблемами в виде колдобин, отдавая дань стилю и, что самое главное, создавая свой собственный идеальный автомобиль. Субтитры создавал DimaTorzok